Тебе нравится Айон? Хочешь поиграть по-настоящему? Надоели бесконечные обновления? Заходи на zayon.ru. Все для настоящих ценителей Айона. Мы ждем тебя. Ссылка в описании. Всем доброго времени суток, с вами Чешир. Вот уже фактически девятнадцатый год заканчивается, что тут осталось? Два жалких месяца и на дворе будет уже 2020. Айон как был живой, так до сих пор и здравствует и не помирает. В чем же его сила брат? Ответ на этот вопрос на самом деле лежит на поверхности и копаться прямо мега глубоко чтобы найти его не надо, но некоторые аспекты проследить мы все таки можем. 2008 год, игруленка под названием Айон попадает в массы и как-то сразу начинает пользоваться, ну я бы не сказал прям бешеной популярностью, но вполне такой хорошей и адекватной. Игру взлюбили как и в Корее, так и во всем остальном мире. Я лично в то время не особо следил за тем с какой скоростью открывались там сервера, но по итогу в пиковый промежуток их число выросло чуть ли не до 30 плюс штук. У нас прям такого большого количества конечно не было, но пятерочка была открыта. Одно из главных преимуществ у Айона перед другими играми, в частности перед РФ онлайн, ПВ или линейка 2 было в том, что она не требовала всего вашего баблишка. А было все простенько, купили подписочку и играйте в свое удовольствие. В то время такая система предоставления доступа к играм была еще на коне и даже могла в какой-то степени соревноваться с фри-ту-плей играми. Но как бы мы такую систему не восхваляли и сейчас на каждом углу не кричали о том, что дайте нам такие сервера с подпиской и они будут полными, в то время это было далеко не так. Так как люди делились примерно на три типа. Игроки для которых такая система была идеальной. Окей. Другая часть игроков не понимала на самом деле как можно платить вообще за онлайн игры и сейчас такие люди тоже есть. И третья, ну те же донаторы которым было по большей степени вообще плевать, но в большинстве случаев они выбирали естественно фри-ту-плей, ведь именно там они могли побряцать своим кошельком. Окей, игра вышла такая какая получилась и в нее играли, но время то не стояло на месте и игра вроде как перспективная, а значит естественно над ней работали, вводя все новый контент и пытаясь развивать. И вот как-то до 4.7 все было относительно как бы гладенько, хотя наша комьюнити уже к тому моменту начала делиться на приверженцев того что было до 4 версии и на тех кто предпочитал то что было после. И вот тут вот надо сделать маленький отступ. Где-то как раз в этот промежуток времени глобальная индустрия MMORPG да и в целом онлайн игр начала меняться, причем по моему мнению кардинально. Ужлые разработчики доперли до того что можно же делать огромные бабосики не особо напрягаясь, можно же выпускать игру, делать ее в фри-ту-плей, сувать в шоп вообще всего что только возможно, срубать денег на новинки и хайпе и через год спокойно ее хранить, переключаясь при этом на другой проект. Это кстати очень популярно в Китае в частности, ну это я конечно прям так утрирую, но в целом картина плюс-минус такая. Со временем она конечно чуть-чуть отредактировалась и стала более лояльной, но глобально ничего не изменилось. Только добавилось еще то, что чем ближе к настоящему времени тем все больше кусок у рынка откусывали мобильные игры. А мобильная игра в целом призванная развлечь людей очень непродолжительное время. То есть пока человек едет там по делам в метро или же добирается до работы, короче она должна развлекать, но не напрягать. Из серии зашел один-два раза в день, поделал квестики или там какие-то дела и вышел забыв до следующего раза. А до кучи к этому всему началась еще и эра сессионок, которая работает по такому же принципу, зашел, поиграл, побомбил, закрыл, забыл. И вот если это все наложить на историю Айона, то очень замечательно это все прослеживается. Сначала они начали пихать миллиарды всякой херни в игру, которая рассчитана на донат, то чего как бы изначально не было. Ну а как же, ведь всем хочется и корку с маслом на хлеб и новую виллу с бассейном и там личный вертолет. Но тут кстати произошел конфуз, игроки Айона даже корейские, точнее не так, особенно корейские, ведь в первую очередь все делается под их рынок, не очень тепло это восприняли. Но и тут кстати момент, если наши игроки восприняли не очень сам факт доната, то в Корее больше было претензий уже к самой механике внутри игры, а точнее то, что шмот ломался и все в таком духе. На сам донат корейцам там чуть пофиг, ведь донатят они дай боже и в процентном соотношении куда больше, чем в других странах. Но в 5 плюс версии все это наложилось друг на друга и случился мега отток игроков. И только где-то уже в последний момент разрабы спохватились и начали выправлять ситуацию, переделав и почистив многое к шестой версии. И теперь игра напоминает сплав полу-сессионки полу-фри-то-плей, при этом действительно в нее можно ненапряжно играть, просто покупая премиум. По мне они так нашли какой-то средний компромисс между всем этим. Уже другое дело это сам контент игры на данный момент, который по моему мнению не очень вписывается в мир района, но более-менее игра стала адекватной. Но сколько лет она через это проходила, сколько пальцев мы списали ругая и корейцев и локализатора на поголовный донат. Кстати и до сих пор это практикуется в полном объеме, либо играй нормально, ну там чуть задротно, либо открывай кошелечек. Но в хронологическом порядке если расставить, то было примерно так. Сначала игра только с подпиской, потом какой-то обрезанный фремиум, при котором все равно надо было покупать эту подписку, потом подписка плюс некислый донат, потом все-таки наконец-то ура фри-то-плей, но плюс жесткий донат, сейчас фри-то-плей плюс лайтовый донат. Господи, да сколько всего-то с одной игруленкой-то случилось. А вот теперь можно взглянуть полностью на наш регион. Ведь посмотрев на него пристально и сложив некоторые детальки, очень легко можно понять почему до сих пор Айон, да и как, как, главное как, после всего этого он еще живой. И одна из главных причин это разношерстность Айона как такового. Из-за всех этих корейских экспериментов, по факту мы получили несколько игровых миров, которые вызвали популярность у той или иной части комьюнити. Мы получили Айон 1-2-3+, Айон 4+, Айон 5+, Айон 6-7+. И ведь так оно и есть. Комьюнити каждой из версий считает свою часть игры чуть ли не лучше других. При этом сами эти комьюнити очень слабо связаны друг с другом, разве что общими новостями в целом об Айоне и интересом, что ж там, типа кореяки нового намудрили. Что и позволяет им развиваться каждому отдельно, затаскивая в свои сети новых игроков и поклонников. То есть мы получаем не одно комьюнити, а 4 комьюнити, которые в целом посвящены, да, одной игре Айону, но каждая из них своему. И в данном случае это огромный плюс. Так и получается, что Айон жив ровно на столько, сколько у него фанатов и так как в нашем регионе его поклонники разбиты на разные версии, а главное, что есть возможность во все это играть, он будет жить. А шанс того, что по щелчку пальцев все поклонники перестанут любить и играть в разные Айон, ну это же типа вообще Unreal, этот шанс минимален. А к этому всему не забываем одну немаловажную составляющую. Это то, что над Айоном, несмотря на то, что игре уже 10 плюс лет, до сих пор продолжают работу. А значит корейцы пока не намерены класть его на полку. Значит Айон никуда не денется и будет радовать нас своим миром, точнее правильно сказать своими мирами. Ведь живет он до сих пор благодаря всем нам и нашей любви к нему, такому разному и у каждого своему. Сколько с ним там всего делали, крутили, вертели, издевались как могли, а мы все равно его любим в той или иной вариации. И я думаю как минимум еще года два, а то может быть и больше, с ним ничего не случится. Так же корейцы будут что-то там крутить и придумывать новое. Мы же так же и будем плеваться и топать ножками и серии раньше было лучше, верните как было. А со временем может появится еще отдельная и приверженница какого-нибудь Айона 8 или 9 плюс, смотря что воспаленный мозг азиатских друзей там еще напридумывает. И что-то мне подсказывает, что Айон еще чем-то да сможет нас удивить в той или иной степени. А на сегодня все, спасибо огромное за просмотр. Пишите в комментариях какой Айон вы больше всего любите и как долго. Спасибо Фаня Айон за поддержку, жмите палец вверх, подписывайтесь, стыкайте в колокольчик и всем любви и счастья. Субтитры сделал DimaTorzok